Обработка обращений жителей, поступивших на портал Добродел, уборка города от снега и наледи, организация предстоящих масленичных гуляний, они, кстати, состоятся уже в эти выходные. Темы стали в центре внимания на совещании с главами в администрации района. Снегопад, прошедший почти неделю назад, задал определяющий вектор работы для коммунальных служб на ряд дней вперед. Величина выпущих осадков достигала 110 сантиметров. За два дня выпало больше 100% месячной нормы осадков. На борьбу с последствиями выходили и сотрудники администрации, и сами жители. В районе прошли три субботника по расчистке территории. Общее количество снега, вывезенного за три дня субботника на территории Шелковского муниципального района, составило более 4,5 тысяч кубических метров. Задействовано 295 единиц техники. Приняли участие более тысячи человек. Глава района поблагодарил всех за продуктивную работу и подчеркнул, уборку необходимо продолжить. Мы вчера проводили совещание с представителем моста Автодора и, соответственно, нашей дороги и транспорт. Поставили задачу по вывозу снега. Я бы просил у себя то же самое, этот снег вывозить с наиболее значимых социальных объектов и с пешеходной логистикой, которая вызывает наибольшее отторжение жителей и критику в сторону власти. Порядка 400 обращений за январь на портале Добродел от жителей были направлены повторно. Цифра немаленькая. Причина в том, что управляющие организации недобросовестно относятся к устранению жалоб, в результате чего жители вновь сообщают об одних и тех же проблемах. А уже в эти выходные в Щелковском районе состоятся масштабные проводы зимы. Масленичные гуляния пройдут во всех поселениях, но центральной площадкой станет городской парк культуры и отдыха в Щелкове. Торжество состоится 18 февраля. В программу празднования включены культурные, спортивные и развлекательные направления. По вашему поручению мы организуем в этом году традиционно бесплатную русскую кухню, три полевых кухни на всей территории, ну и, я уже сказал, очень много конкурсов, аттракционов, призов, подарков для жителей. Дарья Заснегова, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково».